Приветствую вас! Усказывается таково, что молодой человек ведет себя достаточно странно, неоднозначно. Несколько много значений он придает, рассказывает о своем прошлом, не впускает в вас свою жизнь, не рассказывает вам всего о себе, звонить только тогда, когда удобно ему, и вообще выступает достаточно независимо в отношениях, что, конечно, не может меня настораживать. Естественно, мы не можем говорить о том, что мужчина однозначно вас не любит или однозначно вами пользуется. Не можем мы этого говорить, потому что указывает человеку свой подход к отношениям, указывает человеку свои взгляды на то, как они должны развиваться, что они должны из себя представлять и так далее. И отсюда идет несложный вывод, что если вы не уверены в нем, если вы сомневаетесь, и интуиция вам подсказывает, что что-то здесь не так, то игнорировать это нельзя. Почему? Потому что, чтобы встречаться с мужчиной, нужно доверие, нужна максимальная ясность по всем вопросам, которые вас интересуют, и нужно равноправие. Этого равноправия у вас нет, этой ясности у вас нет, и доверия тоже нет. Мужчина хочет близости. Хорошо. В этом нет ничего дурного. Но для того, чтобы получить то, что он хочет, нужно, чтобы и вы получили то, что вы хотите. А это, в общем-то, доверие, это, в общем-то, определенная ясность, это более четкое представление о том, кто он и чего он вообще хочет. По вопросу, который вы задаете далее, вам уже ответил коллега, не видит смысла постараться здесь, думаю, что это так анавиист. И, резюмируя, мне хочется вам сказать так. У женщины, и вас в том числе, хорошо развитая интуиция. Если она говорит вам, что здесь что-то негладкое, если она не позволяет вам довериться человеку, значит, не нужно этого делать. То, что вы описали, выглядит очень подозрительным. То, что вы описали, похоже на ложь, на умысленное приукрашение ситуации для того, чтобы отвлечь вас, чтобы скружить вам голову, чтобы вы как можно быстрее влюбились, чтобы вы восхищались без мужчины, чтобы вы как можно быстрее, как можно более активно выполняли то, что человек хочет. Но, в действительности, можно говорить о том, что на данный момент, что это между вами происходит, соответствует интересам мужчины и не соответствует вашим интересам. И вот это самое плохое во всей ситуации. То, что мужчина думает о себе, пытается реализовать все, что интересно ему, а вот то, чего хотите вы, как-то не особо его беспокоит, не особо его волнует. И вам, прежде чем принимать окончательное решение, нужно четко ему дать понять, что вы готовы следовать его желаниям, готовы делать то, что он хочет, только при условии, если он будет делать то же самое. То есть вы отвечаете его запросам, и кто отвечает вашим запросам. А это наличие удовлетворения всех тех желаний, которые у вас есть, которые вы отрицали. И если молодой человек делать это от качества, если он не захочет менять что-то в своем отношении к вам, в своем поведении к вам, больше значения отдавать вам в отношении, больше места вам предоставлять и более уважительно относиться, а также не представляться так, что он звонит, когда хочет, и вы встречаетесь с ним, когда ему удобно, а не когда вам. Если он все это сделает, то можно говорить о том, что он действительно вас любит, действительно вами дорожит, и действительно планирует с вами какое-то будущее. В этом случае, если мужчина будет заботиться о ваших интересах, стремиться, чтобы они были удовлетворены, вот в этом случае можно говорить о том, что с этим молодым человеком у вас что-то получится. Но если нет, то и доверять ему не стоит. Если нет, то что бы там ни было, какими бы ни были у него намерения, он не сделает вас счастливой. Потому что ваши интересы его не волнуют, однако он будет стремиться подчинить вас своим. Вряд ли для вас это обернется чем-то хорошим. Вряд ли вам принесет это счастье, радость, полноту, ощущение и так далее. Вот об этом и нужно заботиться. И смотрите не на то, что говорит вам мужчина, смотрите на то, что он делает. Мужчина судит по поступкам, а не по словам. Никогда об этом не забывайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok